Приветствую, друзья, сердечно. Слушайте, друзья, я, оказывается, знаменитый человек. Столько книг написал, столько картин сделал, столько выставок провёл. Мой друг Хай написал книжку во Вьетнаме. Меня зовут Хасай, а его зовут Хай. Написал книжку во Вьетнаме, и там метод-ключ. Да, вот, друзья, всё время метод-ключ, метод-ключ, метод-ключ. Почему он всё время стоит в интернете, почему многие авторы пишут про ключ. Потому что... Сейчас, например, я вам покажу новый приём, как крутить головой, чтобы решить все вопросы. Да. Но этот приём более полностью будет на нашем вебинаре, как исцелить себя словом. Ну, о дате и часе завтра мы напишем. А теперь посмотрите вот сейчас на картины, а я вам покажу приём сейчас. Здесь глазки я немножко доделаю, и будет прямо, ну, то, что надо. А вы, пожалуйста, пишите в комментах, что там добавить. Может, капельку света в глазах. Да. Божественную искру. Чтобы было видно. Это как Данка, девушка. Данка, помните, огнём открывала, свечой открывала. И Жанна Д'Арк, да. И здесь у меня тоже много картин и с женщинами, и с мужчинами. Вот там ангел-велосипедист. Вон он. А колёса, как сказал мой друг, психолингвист Роман Газенко, колёса сансары. А он блобую весь несёт. А вон там, видите, ромашки. Нет, вот они, вот они. Вон. И девушка, да. Ромашки, это любит, не любит, это определённость, неопределённость. Это надежда на защиту. Защита – это мы все хотим защиты. Защиты, надёжности, гарантированности, безопасности. Все хотим быть в комфорте. Да, сейчас мы все в неопределённости. И поэтому я вам даю ключ для того, чтобы выходить из неопределённости, чтобы голова лучше работала, чтобы вы решали лучше все вопросы. И сейчас новый приём даём. Медленно, медленно. Крутите головой. Как крутить головой, чтобы решиться вопрос? Очень медленно. Обходя полевые точки. И у вас получится не круг, а эллипс какой-то такой. И вы это делаете медленно-медленно. И вы делаете всё медленнее и медленнее. И в это время сжимаете пальчики рук. И думаете, о чём думается. Но условия. Делайте как можно медленнее. И в конечном счёте через минуту, а вы можете делать и проверить, наблюдаете, что с вами происходит. И через минуту вы выйдете на состояние безмятежности. Нулевое состояние. Когда эмоции как бы ушли, ушли все точки зрения, вам стало всё пофигу. И вы оказались в этом состоянии. Защищённости. Надёжности. Безопасности. Ну, такое состояние нулевое. У вас часто бывает, только непроизвольно. Между словом и бодрствованием. А вы сейчас делаете осознанно. А когда вы делаете упражнения осознанно, то, что вы обычно делаете инстинктивно, у вас открываются новые возможности. Мы всё это сделаем в более полном варианте. На таком уникальном вебинаре, который я для вас готовлю, повторюсь, «Как исцелить себя словом». Это не то, что вы думаете, что слово можно поднять, слово можно убить. Это всё понятно. Это всё понятно уму. А там на деле. На вебинаре вы сразу за 2-3 минуты почувствуете, как снимается стресс, уходит неопределённость, и появляется чувство защищённости, безопасности, комфорта. Друзья, ради этого мужики водку пьют, чтобы напиться до удури, отключиться, и на всё, как говорится, пофиг. А женщины всё время страдают, если мужик пьёт, потому что она чувствует, что её надёжность, она ненадёжная, потому что самая надёжность здесь, внутри головы. Ненадёжная, раз он напивается, потом не знаешь, чем это кончится. Да. И вот когда вы сами научитесь просто одним приёмом выходить на состояние из суеты в безмятежность, вы поймёте там, как решать свои вопросы. Даже научите мужа своего, или брата, или дядю, или соседа бросить пить. Да. Или бросить любые другие, как вам представляется, вредные его зависимости. А у нас на вебинаре будет потрясающее не только по этому. Там я дам такие приёмы, которые, ну, короче говоря, узнаете. А теперь пишите в комментах, как вам девушка со свечой, белая ромашка, целую серию белой ромашки я сейчас сделаю. Да. И некоторым почётным участникам нашей школы «Человек будущего» подарю. Тот, кто очень далеко, я подарю. Специально сделаем фото, пришлём, чтобы он мог на стене у себя распечатанном виде, на холсте такого же размера, как наша Нелли Шарипова сделала, я вам покажу потом ролик. Она распечатала картину, у неё дома висит. И всем нравится. Ну, вот вы знаете, что? Можно же всё изобретать, можно же всё создавать. Сократим кризисы на планете, кризисы в душе, обретём безмятежность, чтобы решить любые вопросы. Поэтому, как Федя мне написал, наш Макаров, наш клиентный сценарист, который мы выпускали книжку, где он был редактором «Национальная идея России. Генератор будущего». Вызвать историю рейдера. Посмотрите, кто хочет. Он мне сказал, давайте напишем так, ключ-ответы на все вопросы. Правильно. Потому что, когда голова лучше соображает, ты находишь и ответы. Итак, до встречи, друзья.